Число эвакуированных из затопленных районов Орска приближается к 2,5 тысячам. После прорыва дамбы сотни домов полностью шли под воду. Люди находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка еще не пройден. Когда вода начнет отступать, выяснила Диана Жукова. Стою на козырьке крыши, которая на подъезде. Через окно вылезли мы и ждем спасателей. Выбираться из водной ловушки в собственном доме приходится через окна. Забрать с собой люди успевают только самое необходимое. Такого половодья в этом году жители Орска не ожидали. И к экстренным случаям не готовились. У нас раньше была вода. В доме никогда не было. Поэтому мы сидели до последнего. А сейчас она очень сильная. Подобная ситуация, по словам специалистов, в Орске бывает раз в сто лет. А после строительства дамбы 10 лет назад местным жителям пообещали, что и так редко больше не будет. В итоге сооружение прорвало сразу на четырех участках. Под водой оказались около двух с половиной тысяч домов. Вот наш дом. Все в воде, просто все. Все. Он заглох. Четырка заглохла. По словам мэра Оренбурга, такой половодий в последний раз город видел в далеком 1942 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 946 сантиметров. Сейчас 45 санты отключены от электроснабжения. 20 санты без газа. Отключен газ и частично электричество в поселке Кузнечный. Сейчас в работах задействовано 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств и ряд беспилотников. Дамбу прорвало, и улицы микрорайона Старый город мгновенно наполнились водой. Она начала прибывать и в новый город Орска, на правом берегу Урала. Также, по данным МЧС, наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе. Я нахожусь на площади Гагарина. Сзади меня стоят автобусы, которые развозят эвакуированных жителей. Продолжается эвакуация старого города, так называемый район Ворске. Он сейчас отрезан от автосообщения. То есть на своем автомобиле туда проехать невозможно. Только со спасателями можно проехать. Они вывозят оттуда людей. Эвакуация объявлена в других районах. Это Никель, улицы Строителей и все прилегающее к ним. Как только стало ясно, что ситуация критическая, на место отправились подразделения из Пермского края, Кировской и Московской областей. Москвичи нас спасали. Спасибо. Из опасных зон уже эвакуировали больше тысячи человек. И до сих пор спасатели и волонтеры продолжают буквально вплавь прочесывать улицы на грузовиках и надувных лодках, чтобы помочь как можно скорее, даже если на помощь зовут не люди. Вон торчит. Боковушку еще вот эту. Открути, открути. Ну, ранжик, спаситель. Сейчас в Ворске расположены 12 пунктов временного размещения. При необходимости их количество увеличат. Всем, кто пока остался без дома, предоставляют трехразовое питание и, если нужно, оказывают медицинскую помощь. Во многом помогают волонтеры. Организовали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. Людям необходима туалетная бумага, необходимы влажные салфетки, питьевая вода, электрические чайники, зубные щетки и пасты. Все это будет передано в пункты временного размещения. Уровень воды в реке Урал рос стремительно. Порой за трое суток прибавляя по 300 с лишним сантиметров. К утру субботы он задержался на отметке в 828 сантиметров. Сейчас же, по данным Оренбургского гидрометцентра, уровень воды составляет 893 сантиметра. Урал почти добрался до опасного значения. И, возможно, это не предел, говорят эксперты. Все будет зависеть от того, как будет развиваться гидрологическая обстановка, сколько осталось снега, будут ли дожди. Но по верховым, по выше Иреклинского водохранилища, опять посмотрел по Слу Березовский, и, собственно говоря, по притоку водохранилища, последние дни, судя по всему, выше выходим на пик, на максимальный. И дальше, через некоторое время, должен начаться спад. По прогнозам специалистов, в берега Урал вернется не раньше, чем через две недели. Власти Оренбургской области отметили, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации уже после 20-го. Диана Жукова, Александр Ворокутенко, Лариса Назарова, Елена Корбоба, Москва-24.